Подписывается оно впервые. Работали мы над этим соглашением достаточно давно, уже несколько лет оно обсуждалось и объединением промышленников и предпринимателей, и профсоюзными организациями, исполнительными органами государственной власти. Большая работа позади, но точку ставить пока рано, скорее многоточие. Власть, профсоюзы, бизнес в лице союза промышленников и предпринимателей объединили усилия. Профсоюзу нашему хочу сказать слава благодарности. Это один из вопросов, который при первой же встрече, я помню, вы поднимали, Николай Георгиевич, и вот сегодня мы к этому все-таки результату пришли. Это большое подспорье, и союз наших предпринимателей, понятно, были споры, были разговоры, но мы должны защитить своих граждан прежде всего в их пенсионном обеспечении в будущем. И вот соглашение подписано. Минимальная зарплата в Орловской области – 10 тысяч рублей. Это гарантированная сумма. Это соглашение делает значительно менее выгодным зарплаты в конвертах, что защищает трудовые права граждан. Выведя из тени заработную плату, мы также выводим необходимые платежи во внебюджетные фонды, которые обеспечивают и социальные гарантии, и пенсионное обеспечение в будущем. Региону, безусловно, это даст дополнительные налоговые поступления, и, конечно же, это даст защиту граждан, которые на сегодняшний день получали абсолютно минимальную заработную плату. Более пяти лет мы вот этому сложному и к итоговому подписанию минимального размера оплаты труда регионального шли. И впервые поддержка была власти, работодателей, и минимальный размер оплаты труда чуть выше прожиточного минимума в регионе. Для нас это очень важно, так же, как для каждого, тот, кто на сегодняшний день это будет иметь в реале. В соответствии с законодательством предприятие, те, кто не сможет выдержать это соглашение, то оно должно подать 30-дневный срок свой отказ, мотивированный отказ. Я думаю, что все-таки большинство предприятий этого отказа не напишут, потому что вот те предприятия, которые находятся в нашем объединении, все эту норму выполняют. После подписания сегодня, вот опубликования соглашения, мы будем в течение 30 дней информировать предприятия о их правах по вхождению, процедуру вхождения в данное соглашение, либо отказа после того анализа, который они проведут у себя. Но я хочу добавить к тому, что уже было сказано, что все-таки прожиточный минимум в Орловской области у нас на душу населения установлен в размере чуть более 9,5 тысяч рублей. И у тебя 10 тысяч минимальной заработной платы, которую мы сегодня подписали в соглашении, это все-таки то решение, которое было бы необходимо для наших работников. Конечно же, это в первую очередь коснется по большей части вспомогательного персонала, это охрана, уборщица и так далее, потому что низкооплачиваемые специальности. Цифра, которая зафиксирована сегодня, будет действовать до конца года, сказал зампред Игорь Козин. А далее трехсторонняя комиссия в рамках профсоюзов, которые работают на работников предприятий, в рамках РСПП будут рассматривать данное соглашение повторно. Либо мы оставим этот уровень уже на следующий год, либо мы будем поднимать или менять в какую-то сторону. Руководитель управления труда и занятости Анатолий Майоров напоминает о важном моменте. Если он не предоставит в управлении труда и занятости мотивированный отказ от подписания этого соглашения, то будет считаться подписавшим и согласившимся с условиями этого соглашения. Это Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 133.1. И в этом случае нарушение соглашения может повести за собой наложение штрафных санкций на такое предприятие. В Орловской области сегодня проводится большая работа по легализации заработной платы. И соглашение вносит немалую лепту. Глава региона Вадим Потомский поблагодарил руководство налоговой службы за эффективную работу. По сравнению с сбором налогов за инвалид месяц предыдущего года у нас уже вышло на 22%. Это совместная работа, вот вся наша свадьба, и прежде всего налоговая инспекция, трудовая инспекция, потому что мы сдвинулись с мертвой точки. Вот как бы что ни говорили, мы сдвинулись с мертвой точки. Я вас поздравляю. Спасибо вам за то, что вы добились. И налоговую большую спасибо. Наталья Пехсерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.